Привет, уважаемые пользователи и подписчики интернет-ресурсов Мегаобзор.ком Сегодня у нас на тестах планшет от компании Wexler Это российский производитель, продукты этого производителя мы периодически тестируем И сегодня мы рассмотрим модель Wexler Ultima 7 Вчера во время теста телефона с 6 дюймами я упоминал, что такой класс устройств будет конкурировать не только со смартфонами, но и с планшетами 7 дюймовыми планшетами, которые также имеют телефонный функционал Сегодня мы рассмотрим именно такую модель и давайте посмотрим, что же предлагает производитель за 5500 рублей На самом деле доступно две версии планшета Wexler Ultima 7 Это версия на 8 и на 16 гигабайт Можно взять и младшую версию и просто дополнить ее картой памяти Представляется планшет традиционной упаковки с светло-фиолетовым оформлением Здесь данные по техническим характеристикам, на самом деле вчитаться в них очень тяжело То есть в плане информативности это не пример для подражания Давайте посмотрим на комплектацию Сейчас мы все это берем Комплектация у нас традиционная, собственно, даже доставать не буду Здесь зарядное устройство и кабель microUSB для синхронизации и, собственно, зарядки К сожалению, производитель не укомплектовал планшет чехлом А, к сожалению, для подобрать на бюджетные планшеты и планшеты производителей второго эшелона, так называемого, проблематичным Хотя, судя по корпусу, можно подобрать какое-то универсальное решение Да, я думаю, что и, возможно, в Wexler будут какие-то аксессуары Этот вопрос мы, собственно, оставим открытым Планшет доступен только в одном цветовом исполнении корпуса Это черный, хотя он по цвету, по ощущениям, ближе к темно-серому Плюсом этого решения стоит отнести наличие алюминиевой крышки То есть здесь у нас не пластик, как обычно бывает в этом целомом сегменте, а металл То есть он, во-первых, приятен на ощупь Планшет не соскальзывает Да, я думаю, даже алюминий будет практичен Хотя пластик у нас также имеется Здесь он у нас в верхней части Есть он у нас и на боковой грани И, естественно, лицевая панель также имеет у нас пластиковые вставки По элементам Здесь кнопка включения То есть элементы, на самом деле, очень близки к таковому у смартфонов То есть практически это по дизайну, по внешнему виду Это смартфон переросток Даже если взять, например, линейку Wexler Zen, которую мы также тестировали То есть смартфон просто увеличенный в габаритах На самом деле, если вам нужен большой экран и вы хотите что-то универсальное Этот планшет может быть вполне интересен Сверху аудиоразъем, снизу microUSB разъем Естественно, у планшетов обычно крышки несъемные Но здесь производитель у нас скрыл разъемы для сим-карт Это одна маленькая симка, одна полноценная симка И microSD-карточка в верхней части То есть здесь у нас заглушка Такой подход мы уже видели у Wexler То есть обычно, даже если не ошибаюсь, у всех последних планшет, которые мы тестировали Слоты сим-карт и карт памяти скрывались именно таким образом в верхней части Все это дело очень хорошо прилегает Скрипы люфта детали не наблюдаются Планшет не изгибается Я думаю, что в карман его положить можно И не бояться, как запогнутый iPhone 6 Plus Снизу решетка динамика, но расположение я не считаю самым удачным Так как при обычном расположении мы просто перекрываем этот динамик рукой И в будущем, возможно, будут проблемы со звуком Но я думаю, что этот вопрос оставим мы открытым По начинке под корпусом данного устройства скрывается процессор Mediatek Это процессор Mediatek 8382 Четырехъядерный процессор с частотой 1300 МГц Этот процессор мы уже тестировали, он не хватает звезд небес Поиграть на нем можно, запустить какие-то приложения можно Но в сложные игры типа GTA San Andreas, естественно, поиграть не получится Как и в игры типа Real Racing Этот процессор не создан, прошу прощения, для этого На борту 1 ГБ оперативной памяти И, как я и говорил, 8 ГБ в нашей версии для хранения данных Также доступна версия на 16 ГБ Установлен 7-дюймовый IPS-дисплей Это IPS-дисплей без OGS-технологии То есть здесь картинка у нас, конечно же, контрастная Но лично мне кажется, что уровень яркости не такой высокий, как хотелось бы То есть можно было бы сделать и побольше Хотя в целом картинка выглядит интересно Здесь HD-разрешение За графику отвечает, кстати, Mali 400 MP2 А плотность пикселей 216 Есть поддержка Bluetooth 4.0, естественно, Wi-Fi Есть, естественно, 3G Включая и современный протокол 3G Plus И есть, конечно же, навигация То есть можно использовать данное устройство и как навигатор в автомобиле То есть на поиск спутника выходит примерно полторы-две минуты на холодном старте Предлагаю оценить данные синтетических тестов Посмотрим на бенчмарки Начнем мы с популярного теста Antutu Benchmark Выдает у нас 14 330 баллов То есть для этого процессора это ожидаемые результаты 2416 в тесте 3D-рейтинг Тест V-Lama давайте посмотрим Тест V-Lama 1416 и 530C И, конечно же, давайте посмотрим на аккумулятор Выдает у нас 783 балла Здесь под крышкой скрывается аккумулятор на 3000 мАч Для таких габаритов это далеко не рекордный объем аккумулятора То есть если взять тот же телефон, который мы тестировали вчера Здесь у нас тот же объем идет в меньшем корпусе То есть производителем можно было бы даже, мне кажется, за счет увеличения толщины Сделать бы побольше автономность А толщина у этого планшета 9 мм Я думаю, что примерно еще 1,5 мм прибавить можно То есть это не сильно отразилось на функциональности И, кстати, вот мы сейчас имеем возможность сравнить сразу два устройства Это диагональ 6 дюймов и диагональ 7 дюймов То есть они практически одинаковые То есть я думаю, что в этом случае, если вам нужна диагональ Мы можем иметь ее И у данного планшета стоит отметить также из преимуществ расположения динамика Разговорного в верхней части То есть можно разговаривать с этим планшетом без использования гарнитуры Гарнитуры, кстати, в комплекте нет И сенсорные кнопки здесь у нас выведены на нижнюю грань Как у смартфонов Обычно планшетов это кнопки, которые реализованы с помощью программного интерфейса По системе операционной установленной системы Google Android 4.4 Здесь минимум мешает со стороны производителя Но они все-таки есть То есть предустановлены несколько обои И софт Софт, лишний софт типа Озона, Кинопоиска Удалить можно Айверу, естественно, тоже Кинг офис будет полезен для запуска И просмотр, точнее, офисных документов с Word и Excel Есть также программа Vexler, которая помогает у нас Vexler Play Которая помогает освоиться пользователям, которые не знакомы с системой И здесь можно ставить наиболее популярное приложение игры То есть если вы впервые работаете с Android системой Это приложение может быть вам интересно Вот такой у нас получился планшет Vexler Ultima 7 Планшет довольно интересен И это своего рода пограничное решение Когда нет желания тратиться и на планшет, и на смартфон А нужно только одно устройство И его габариты для вас не так критичны То есть в целом же решение интересное Я же вас благодарю за внимание Подписывайтесь на наш канал Включим много-много интереса Всем спасибо И пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok